В Центральном парке культуры и отдыха состоялись вторые спортивные игры на Волге «Страна чемпионов». Проект создан для тех, кто еще только пробует себя в спорте и тех, кто уже стремится к олимпийским медалям. С подробностями Илья Власенко. Солнечная, теплая погода и тренировка под открытым небом. Что еще нужно для счастья поклонникам спорта? В День города все посетители Центрального парка культуры и отдыха попали на открытые турниры по 30 видам спорта. И интерактивные площадки, в которых приняли участие ветераны спорта, тренеры, воспитанники спортивных школ. Мы знаем, насколько силен наш спорт города Волгограда. Поэтому очень приятно, что здесь проходит этот фестиваль в рамках вторых спортивных игр «Страна чемпионов». Смотря на наше подрастающее поколение, очень хочется пожелать, чтобы они взяли лучшие традиции наших великих спортсменов, которые присутствуют сегодня на наших играх, на нашем фестивале. Почетными гостями Волгоградского праздника стали представители Российского Союза спортсменов, прославленные чемпионы и призеры Олимпийских игр разных лет. Эти люди, как никто другой, знают цену победы, дорога которой лежит через большие физические нагрузки, ограничения, травмы и жестокое соперничество. Город-герой является родиной многих олимпийских чемпионов, которые сумели пройти этот ярнистый путь, добились успехов и своим примером вдохновляют молодое поколение. У нас уже лет 10 назад была такая идея, чтобы мы в начале сентября проводили такой, как говорится, ярмаркой, фестиваль, наверное, видов спорта, который у нас традиционно развитый в Волгоградской области, чтобы как раз родители привели своих детей, посмотрели они и выбрали для себя вид спорта, которым они начали заниматься. И сейчас уже это переросло в игры, то есть это не просто ярмарка спортивных школ, а это также уже и наглядное, можно уже посмотреть, уже самим попробовать те или иные виды спорта. Футбол, акробатика, дзюдо и брейк-данс – это только малая часть того, что представили организаторы. Но что действительно удивило многих – это фристайл на роликах и прыжки на батуте. Увидеть интересные, но малоизвестные виды спорта дают уникальную возможность родителям помочь своим детям выбрать верное направление на пути к Олимпу. Всегда у нас проблемы наступают у родителей, куда отдать ребенка в спорт. А здесь, пожалуйста, столько видов спорта, выбирай любой. И это всегда стимулирует, и ты пойдешь к своим ребенку, скажешь, попробуй своему ребенку, девочке, мальчику. Он попробует, тоже может заинтересуется. Уже хотя бы можно понимать, что дальше делать, куда отдать ребенка. Поэтому такие мероприятия на открытой площадке с доступностью очень важны. В этом году вторые спортивные игры собрали еще больше участников из Волгоградской области и других регионов России, чем первые. Своё мастерство, наравне с новичками, приехали продемонстрировать и опытные спортсмены. Действительно, Волгоград – город победителей с большой военной историей. Ну и не только военной, а и спортивной. И мы хотим, чтобы наш праздник, он олицетворял современных героев спорта. Город, который живет идеями добра, идеями развития, созидания, чтобы дети через спорт себя выражали, открывали свои таланты и шли к своим большим, великим целям. Наша задача, как взрослых, оказывать в этом поддержку и показывать различные добрые, созидательные пути, что и нам удается делать. В рамках фестиваля гости и жители города смогли встретиться не только с легендами мирового Олимпа, но и молодым поколением победителей. Так, эти улыбчивые девушки – призеры всероссийских соревнований по аэробике. Они-то знают, что спорт – это не только работа на результат, но и крепкое тело, красивая фигура и здоровый организм. Желаем всем жителям хорошего дня, мирного неба и хорошего настроения. Всех с днём города! Волгоград – спортивный город. Здесь проживают не менее сотни тысяч адаптеров физической культуры, из которых около 16 тысяч тренируются в детско-юношеских спортивных школах, в училище Олимпийского резерва и в школе высшего спортивного мастерства. Илья Власенко, Александр Шишин. Время новостей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok